у нас временно прервала связь в это время я зашла в комнату которая в которой находятся работники милиции и спросила их о том как должны реагировать сотрудники правоохранительных органов на то что возле участка находится находится девушка которая опрашивает людей не имея на то соответствующих документов представитель южницкого городела сообщил о том что они сейчас же перезвонят в дежурную часть сообщат об этом нарушение и сразу выйдут на место происшествия и выяснят на каком основании находится эта женщина собирающая данные также они выяснят причастен ли депутат к этому инциденту и и Напоминаю, что сегодня мы выбираем состав Верховной Рады. Верховная Рады. Нужно одеваться очень тепло. Одевайте тепло детей. Потому что, кроме того, что на улице низкая температура, еще и сильный ветер. Сейчас активность избирателей немножко снизилась. Хотя буквально минуту назад возле каждого стола были люди, желающие проголосовать. Подводим определенные итоги. В первую очередь хочу сказать, что впервые во время трансляции мы столкнулись с тем, что непонятные люди сегодня представляют прессу. Так как мы в этом городе уже давно работаем, представители... Это значит, что уже вторая пришла. Да? Да. Вот здесь она, это написано в документах. И она появилась в начале... Я знаю, молодые люди, которые представляют сегодня прессу, они из Южного. Мы их знаем визуально точно. Поэтому, ну, никогда мы их не видели в качестве журналистов на каких-либо мероприятиях. Они представляют газету, которая названа одной из политических партий. Поэтому называть эту газету я не буду. А вот. Это одно такое странное событие. которое происходит у нас на участке в спортивном зале дворца культуры. Второй момент. Это неизвестная девушка, которая не желает представляться. Говорит, что она проводит опрос людей, кто за кого голосует. Но документов у нее при себе нет. Она все время нам говорит о том, что я здесь по просьбе своей знакомой Эллады Литвинчук. Мы спрашиваем, а на каком основании Эллада Литвинчук вас попросила. И почему она не дала вам с собой документов никаких, она говорит, она депутат городского совета. Кроме того, из необычного, здесь очень холодно в зале. Мы с вами уже находимся 51 минуту. Я могу сказать, что у меня уже даже замерзли руки и ноги. И при том, что я двигаюсь постоянно. А члены избирательных комиссий вынуждены обогреваться своим способом. Им дали удлинители. И они приносят из дому обогреватели. Их родные им помогают. Вот таким вот образом они согреваются. Также я видела, что здесь ходят с термосами. Поэтому они наверняка еще пьют чай, для того, чтобы не заболеть. Общие моменты мы с вами. Также хочу отметить, что информация о каруселях и нарушениях поступала еще из других участков. Мы там проверим. Мы здесь пообщались с наблюдателями. Они сообщили, что действительно у них подобный факт был. Но наблюдатель, который это увидел, не может сказать наверняка, что это действительно были карусели. И что это было действительно нарушение. Поэтому этот факт не был зафиксирован официально. А просто является сегодня обыкновенной информацией до видума. Людей здесь немного, поэтому если вы здесь на участке там голосуете, можете приходить. Все спокойно. Вы очень быстро проголосуете. Вся процедура занимает, наверное, около 15 минут. Сейчас мы перейдем уже на другой участок. Но по улице я идти с включенным стримом не буду. Если вдруг будет необходимость, то я терминово включусь. А так нет, потому что очень холодно. И поэтому просто не смогу нести в руках телефон. Поэтому мы прервемся буквально минут на 10-15, потому что еще нужно будет перейти в другой участок. До встречи!